Добрый вечер, дорогие друзья. Вообще интересная ситуация, конечно. Я разговаривал, как я это называю, с командованием заведения. И давайте, говорю, там в рекламе висит день рожденческий концерт. Как-то, ну, уже день рождения, это будет не... Другое время. Нет-нет-нет, пусть остается. Ну, с одной стороны спорно, с другой стороны вспоминается моя любимая книжка, которую я почти наизусть знаю, при повести о малыше и Карлсоне, когда, говорит... Карлсон влетел в окно, радостно улыбнулся и сказал малышу, у меня сегодня день рождения. Малыш сказал, постой, говорит, а сейчас май, мы же отмечали твой день рождения в сентябре. О чем тебе не нравится сегодняшний день, спросил Карлсон. Ну, ладно, согласился малыш. С днем рождения, дорогой Карлсон. Тогда прошу мои подарки, улыбнулся Карлсон. Ну, и там дальше по тексту, и все такое. Да, подарки, кстати, есть, поэтому спасибо. Я, ну, был приятно удивлен, увидев здесь замечательных своих друзей, которых не ожидал сегодня увидеть. Некоторым, к сожалению, не удалось, наоборот. То есть вот эти все сдвижки концертов, провал там май, июль, и некоторые писали, очень здорово, что перенесли, а другие, наоборот, говорили, что это не здорово. Но, тем не менее, опять же, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, действительно. Как помню, хоккейн гитара. Саша. Не, все было нормально, мы проверяли. Не, все было нормально. По телевизору футбол, Но мне плевать, кому там гул. Сегодня праздник, ведь ко мне придут друзья. И от вышины, как весело, На верхушке рок-н-ролл, Буду как то, про что врачи твердят нельзя. И вот сидим мы за столом, И песни старые поем, Едим и пьем, и только шутки здесь и смех. Вот только чат, с чатом-гурляком, Ведь мне грустить его потом, Когда из дома провожу я ночью всех. Но кто сказал, что дружбы нет, Что среди горести и бед, Никто нигде и никогда мне не поможет. Ведь в протяжении стольких лет Меня спасает дружба свет, Всего на свете мне друзья мои дороже. Не место здесь любым делам, Заботы прочь, не нужный хлам, И мы налили бы еще, еще бы спели. Да вот луна напомнит нам, Что всем пора уж по домам, Мы поболтать друг с другом так и не успели. И буду я всю ночь сидеть, Все допивать, а песни петь, Те, что друзьям сегодня спеть я не успел. Пусть мне сказать, а не сумеет, Что смог за ним бы умереть, Да что сказать, Я им об этом вряд ли вспел. Но кто сказал, что дружбы нет, Что среди горести и бед, Никто нигде и никогда мне не поможет. Ведь в протяжении стольких лет Меня спасает дружба свет, Всего на свете мне друзья мои дороже. Субтитры сделал DimaTorzok Но кто сказал, что дружбы нет, что среди гоricht и бед Никого, нигде и никогда мне не поможет Ведь в протяжении стольких лет меня спасает дружба свет Всего на свете мне, друзья мои, дороже Всего на свете мне, друзья мои, дороже Всего на свете мне, друзья мои, дороже Не возмущает этот звук вообще, нет? Да нет, нормально. Нормально. Самое интересное, когда мы репетировали, вроде все было нормально. Да, ладно. Я вчера в Липецке, в Воронеже был. Просто из Липецка вылетали беркуты, прилетали в Воронеж. Я комментировал, понадрывал голос, это чувствуется. Почти хребло бою, шутку сказал я. Конечно же работали русские витязи. Это я просто к следующей песне. Время от времени, когда они куда-то летят, потом мне ночью звонят, если издалека. Я уже знаю, начались звонки, это кто-то либо, не дай бог несчастья, либо кто-то просто пьет и слушает мои песни. Нередко именно, когда они звонят, а мы сейчас слушаем, вот это они и слушают. Летим в заморскую страну, что далеко в чужих широтах, мы на военных самолетах. Но наш маршрут не на войну потерял в нерусскую страну. Как по линейке в небесах, мы чертим след инерсионный, меняя снизу страны. Зоны и часовые пояса, мы на работе в небесах. Мы небом одержимы, и это не на час, на жизнь, коли заниматься летным делом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Летим туда, где чтут Коран, там авиация в Афоре, и кто главней у них не спорят. Верплюда или аэроплан, не спорят, да, о мусульман. Мы им открутим пилотаж, сорвем восторг, аплодисменты. Ведь помнят страны, континенты, все знают в небе почерк наш. Наш Russian Crazy пилотаж, мы небом одержимы, и это не на час, на жизнь, коли заниматься летным делом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Дай Бог нам снова над Москвой пройти дать салют обеды. На нас с небес посмотрят деды и вспомнят свой последний химбой под замерзающей Москвой. И дай Господи сберечь орлят, чтоб не пришлось с нуля сначала. Витька же дуб Попрышкин и Чхалов на помощь к нам не прилетят, но там они не прозде. Мы небом одержимы, и это не на час, на жизнь, коли заниматься летным делом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там, на земле, там, но все за пределом. Мы небом одержимы, и это не на час, на жизнь, коли заниматься летным делом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там, на земле давно все за пределом. Как жаль, что на земле все за пределом. Татя, на земле, там, но летные режимы не так тревожат. Спасибо. Да, я вспоминаю вообще вот те времена, когда писалась эта песня. И вот это действительно на землю все за пределом. И это одиннадцатый год был, когда министром был, даже фамилию не буду говорить, все помните. Я к чему это вдруг вспомнил? Просто вчера вот я выступал в Воронеже, там 100-летие ВОНС, военно-учебно-научный центр. Ну там такое-такое длинное название. Я специально спрашивал, слушайте, я выйду на сцену, как мне правильно там это говорить-то, вообще это Жуковка. Ну реально, действительно, это привязано, но дата была к 100-летию военно-воздушной инженерной академии имени Николая Егоровича Жуковского. И вот я помню, однажды мы на телевидении, у нас военная программа, и мы как-то, такой у нас диспут развернулся с одними товарищами. О вреде Сердюковской реформы, все-таки назвал фамилию, да. И можно было говорить разное, там и сокращение аэродромов, там и академически, как нас учили в военном училище, или в военных академиях, что самое главное в войсках это разноточение, когда на одни аэродромы сбрасывали по несколько полков, а другие просто резали и так далее. Ну и вот все начинают, там, вот это, 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 вот это, вот это, вот это, плохо, это, плохо бы это, плохо было. Я сказал, что главный вред, который непоправимый, это потеря профессорского преподавательского состава, вот этих всех учебных заведений. Когда Монина и Жуковку перевели в Воронеж, естественно, вот эти профессора, у которых какой-то мощнейший опыт, вот они не поехали туда, естественно, вот в итоге, что мы имеем в Монина, на сегодняшний день, когда этот открытый городок, там начали угонять машины, там и так далее, и все не очень там здорово, насколько я знаю, в каком-то, ну вот именно этом, в бытовом плане, я не знаю. Я ходил по этой академии, вот меня приглашали попить юбилей одного выпуска, вертолётного, и, ну вот эти пустые коридоры, где где-то собаки бегают. А там, где была академия Жуковского, сегодня пятизвездочный отель, путевой дворец, вот и, конечно, как могло быть иначе. А преподают сегодня замечательные люди, я их знаю, очень многих там в Воронеже, но вот тот золотой фонд, который ковался гадаем из Советского Союза, и уже они туда не поехали. Ну это просто, ну, наверное, накипело, извините. Я лётчик, красивая форма, лампа с голубой, их даже завидует кто-то порой. Я лётчик, и звук от турбин на земле лучший звук, а мой самолёт — это мой верный друг. Я лётчик. Мне хочется в небе бездонным летать, За это готов я полу жизни отдать. Я лётчик. Не чёрт, а не бой, я душу продал. Мне кажется, я от рождения летал. Я лётчик. Я так это небо безумно люблю, И мне без него не прожить даже хмурый денёчек. Я там в облаках нарисую петлю вираж, Заверну в горку, сделаю бочку. Я лётчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, Но небо родное предать я вовек не посмелью. И землю я тоже, конечно, люблю, Но только когда не по ней она гнеет. Я лётчик. Темнеет в волосах на крутом вираже, И дадут на сердце мне несколько жест. Я лётчик. Комбис весь в паку можно просто отжать, И кто вам сказал, что не сложно летать? Я лётчик. Под крыльями смерть, По праве стальной, Она поднимается в небо со мной, И я лётчик. Увы, продолжает планета гореть, А значит, я снова, я должен лететь. Я лётчик. Я так это небо безумно люблю, И мне без него не прожить, Даже в хмурый тенечек. Я там в облаках нарисую, Петлю пираж за говно, Горку сделаю в бочку. Я лётчик. Пускай перегрузка предавит, Терплю на небо родное, Предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, Но только когда не по ней, А на дне. Я лётчик. По нити глиссада иду я домой, А хочется жить где-то здесь, Над землёй. Я лётчик. А что на земле? Мне, увы, не понять, Заставить хотят меня строем жагать. Я лётчик. Награды и деньги совсем не про нас, И кто-то уходит на Боинг, Аэрбаз. Я лётчик. Но в небе учили меня воевать, А значит, обязан. Я должен летать. Я лётчик. Я так это небо безумно люблю, И мне без него не прожить, Даже хмурый тенёчек. Я там в облаках нарисую, Петлю пираж заверну, Горку сделаю в бочку. Я лётчик. Пускай перегрузка предавит, Терплю, но небо родное предать, Я во век не посмелью. И землю я тоже, конечно, люблю, Но только когда не по ней, Над ней. Но только когда не по ней, Над ней. Но только когда не по ней, Над ней. Я лётчик. Спасибо. Ну, это, как я говорил, Это песня, Подлежащая модернизации. В следующем году, Уже меньше года осталось, Ей будет 30 лет. Я даже подумал, Не сделать ли по этому поводу Какое-то мероприятие, Где спеть её не злик вариантов. Мало того, Я хочу всё-таки У нас там на Белорусском телевидении В архиве вытащить Программу, Которая 18 августа 1991 года Была в эфире. И там Было её исполнение. Это было прикольно. Бегущая строка. И исполняет Старший лейтенант Николай Анисим Он такой Старший лилю Роуз. Он ещё попасал На пуговичку застегнули, Сказал, Зарежу всё так-так-так. И самый прикол был, Ещё помню, Техника телевизионная Была того времени. Сейчас мы на другой работаем. И вот я помню, Что телекамера Возили по аэродрому За ней такую тележку, На которой стоял аккумулятор. Специальный. И они говорят, Слышишь? А, ну, во-первых, Вечером я пропел эту песню Режиссёру этой программы. И там слова вот эти Темнеют, Глазак на буртом гараже И давят на сердце Мне несколько ж. Он говорит, Вот это несколько ж. Говорит, А можно как-то переделаться? А то у нас художественный совет Там, может быть, Не пропустят. Я говорю, А в чём? Ну же это, Говорит, 9,8. Ну, да понимаешь, Ну, ты же хочешь Старший лейтенант Попасть на экран телевизора. Я говорю, Да мне похуй. Извините. Вот. И, Ну, тем не менее, Я пересочинил Так быстренько, Когда темнеет Глазак на буртом вираже И сердце сжимается На форсаже. И вот, Они меня снимают И говорят, Смотри, У тебя всего лишь один дубль. Аккумулятор дальше всё уже. Мы всё сняли. И я спел И давит на сердце Мне несколько ж. И она вышла на экран. Это было 18 августа 1991 года. А что было 19-го, Вы все прекрасно знаете. Очень интересный такой. Ну, вот. Есть еще вспомнить. Вот. Там были совсем... Ну, третий куплет. Там постоянно менялись слова. И сейчас они вот... Я вчера, Когда в Воронеже Вот выступал, Скорее, Люди поймут меня, О чём я. Ладно. Маша. День сегодня не задался, Я чуть было не проспал всё. Вроде не гудели мы вчера. Зацепил, Разбил будильник, Как любимый подзатыльник. Вот и Маша. Доброе сутро. Здорово видно с позаранку, Зря дневник я взял ваньки. В школе оказалось, Он в пике. И шумит родная Маша, Что мальчишка весь помашу. Точно лётчик, Без царя в башке. Полчаса мне до работы, Нам до вечера полёты. Командир навстречу, Не к добру. Ай, что-то там не по уставу, И за это он не вставит. Да что ж такое нынче утро? Мне в санчасти пульс проверят, И давление измерят. Доктор скажет, Лётчик, не грусти. Указание, постановка, Цели, курсы, обстановка. Ты меня, бетонка, отпусти. Ты меня, бетонка, отпусти. В небе так немноголюдно, Здесь спокойно и уютно. И никто не тылит, не орёт. А я бы здесь пожить остался, Жить и лёдно прописался. Но уже четвёртый разворот. Обороты чуть убавлю, Гранд-шасси на выпуск ставлю. Где тук-тык, Не слышу под собой. Лампы красным симафором Мне кричат с панели хором. Парень, Нынче день совсем не твой. Блин, сегодня явно день не мой. Вниз доклад, в ответ советы. Делай то, не делай это. Шеф добавит ласково, держи. Танцевать я в небе, Ринус, перегрузки в плюс и в минус. Знакопеременно, всё как жизнь. И совсем не бережливо, Самолёт я в хвост и в гриву. В воздух с возмущением свистит. Ты держи, стальная птица, Нам с тобой нельзя убиться, Маша. Мне такого не прости. Маша, мне такого не прости. Мне с земли дадут пистону, Хватит, мол, давай-ка в зону. Не дури, пора аборт покидать. Вот, а ты слышал, милый, Помогай мне, что есть силы. Хочется с тобой ещё летать. Ты сейчас мне всех дороже, Я тебе, наверное, тоже. И друг друга надо нам спасти. Ванька ждёт меня и Маша, А тебя ждёт техник, Маша. Нам никак нельзя их подвезти. Нам никак нельзя их подвезти. Прочь фонарь, мы на глиссаде, Мы с тобой на брюхо сядем. На борту я сам себе остав. А ты контрактно пронесёшься, В ограждениях кнёшься, В борту на грунте пропахав. Снег кругом, а мне так жарко, Здравствуй, скорая пожарка. Доктор снова, кружка, спирт, глоток. Чёрт, и командир, Снег расталкая всех. Обнимется. Что-то намекнёт про орденок. Па-па-пам, па-пам, па-пам. Пошутил, небось, про орденок. Начинался день, как кома, Но посвистывая к дёму, Улыбаясь, вдвоём на легке, Ванька мне доложит, бойко, Что исправил пол на тройку. О, горизонт выходит из пикет. И меня обнимет Маша, Принесёт борща и каши, Нам двоим по рюмочке нальёт. Как бы кто-то ни старался, День сегодня всё ждался, Мы вернулись, я и самолёт. Как я сильно не старался, День сегодня всё ждался, Мы вернулись, я и самолёт. Марира Новгород, я и самолёт. Браво! Спасибо. Я тут эти дни наношусь, В общем-то, как-то по гарнизонам, Как я говорю, Хотя, наверное, не совсем правильно, Не по гарнизонам, а по городам. Единственное, что у меня Отменился концерт в Рязани Позавчера. Ну, не то, что отменился, Просто я прикинул, Что я просто этого всего не вытянул, Слишком многое. А там было 80-летие 43-го центра боевого применения Рейтирующего нелётного состава Дальней авиации. Ну, единственное, что меня оправдывало, Это то, что Три недели назад Я там давал большой концерт. Вот. И пообещал, что я приеду опять, Ну, чувствую, Звоню командиру, Ну, не обижайтесь, ребята, Ну, не могу, Потому что У них так программа поменялась. Я бы всё равно полетел, Но она поменялась С основным упором На вечернее выступление. А у меня самолёт В Воронеж улетал В 8 утра. И Ну, просто я прикинул, Что для меня это будет Совсем уж тяжело. Вот. Но я к чему. Это просто к следующей песне, Которую там всё время Они просят. Кстати, на этом самолёте Именно там, В Дягилево, В Рязани. Я летал На дозаправку. Это была очень интересная история. Я, по-моему, Как-то здесь рассказывал. Не помню, Это было давно. Мы снимали программу Про центр. И Съёмочная группа Оставалась на земле, А я полетел на дозаправку. И Ну, Поставили мы Гоупрошку На лобовом блистере. У меня ещё была В руках камера, Что, собственно говоря, Это и спасло ситуацию Впоследствии. Мне выделили место Какого-то там Штурмана, Не помню. Ну, то есть Я летел спиной вперёд. Но Это не из той песни Буду я летать Со свистом Задом наперёд. Ну, Такое место там есть. И Я Думаю, Надо Гоупрошку Включать Будет попозже, Потому что Она может сесть, Пока мы долетим До танкера И так далее. То есть Тогда Включать Запустились. Стоит этот самолёт Жужжит Этими всеми Восьмью винтами. Я Привязанный Командир Ну, Не буду называть Его фамилию. Хороший человек. Вот. Он уже Изначально Когда У вас на борту Будет там Журналист Он Нагренно Нужен здесь Вообще Ну, Какое-то у него Настроение было Неправильное. Вот. И Ну, Я уже чувствую Все уже И двигатели Прогреты И так далее. Сейчас уже Наверное Боруливать будем. Я Отстёгиваюсь Выхожу туда Значит Чтобы Нажать на кнопку На этой камере И он Мог заглушить Мог заглушить Восемь самых громких Моторов В мире НК-12 А их слышат А их слышат Американские подводники Как потом С уважаем С уважением Что он Он сказал Маршрут проложен не на глаз Мы верим штурману на раз Здесь интернета нет И недоступен гугл И как полсотни лет назад Сбанковые словно на парад Идут на север, чтоб потом уйти за угол И словно литерный наш борт Сопровождает нас эскорт Вот столько нет на небе И арки с тропой меди И где-то в натовских штабах Шипровки строчат в ПВХ Летят в Атлантику российские Медведи летят В Атлантику медведи Пролитый кофе обожжет Полтанка нас не бережет Погода дрянь И на радаре сплошь же засветки А в фюзеляже револьвер А в производство СССР Рассказали пьянки с штурской рулеткой И вместо радостных вестей Кармана лошадь про гостей У полос гостей повиснет По расу постатов Они ведь тоже напролом Мы чуть не в листерном крылом Какие бузы Как проделают штатом Но не изменит курт сепорт Хоть и наглеет наш эскорт Мы посылаем их домой К любимым леди И где-то в натовских штабах Тревогу бьют И все в веках пришли в Атлантику Российские медведи Пришли в Атлантику Медведи Шар в океане нет дороги Он для нас как сеносток Нам отыскать в нем надо чертову иголку И ищем мы на риск и страх Авианосец на волнах А не найдем То все задание без толку И крик Я вижу командир Во дорогу разорвет немой эфир Железный ящик С высоты уже заметен Там черт какнется адмирал Разнос устроит и обрал А мы как счастливы Как маленькие дети Точнёт нам клини и скор Пошли в доклад про русский борт И уберутся наши летные соседи У них в штабах дадут отбой Лишь будут спорить между собой Когда опять придут в Атлантику Медведи Придут Ой, придут в Атлантику Медведи Мы на свидание идем Друг друга с танкером найдем И семь потоп сойдет Но мы поймаем конус Хоть тяжело держать режим Мы каждый тонн и дорожим А турбулент повысит общий тонус Наш самолет будет устав Он помнит разные места Вьетнам, Ангола, Куба и Гвинея Отцы летали там до нас Но если дали нам приказ Мы обязательно смогли Ведь мы умеем И экипаж он просто смог И пусть усталость валит с ног Но мы так рады нашей маленькой победе Что нас совсем не клонит в сон Не спит сегодня гарнизон Домой вернулись Из Атлантики Медведи пришли домой Медведи Идут в разволочку Медведи Домой Любимые Медведи 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 Это недоступен гугл Про штурмана Это к чему? Спасибо за Энелхо А видел там формулы? Конечно Это просто подарок на день рождения Среди всего прочего Навигационная линейка Мне когда-то штурманский портфель подарили Дома стоит Теперь еще Энелхо у меня есть Как пользоваться логаритмической линейкой Примерно еще помню Теперь надо изучать На вертолетчике в зале есть Да, это уже традиция Вертолетчики волнуются Ласточки летают Земля Денька Значит, снова не погода Мы утюжим небо здесь Полгода Значит, полтора И я живой Натри умножается войной Вот и с нами Видно все на глаз Если мы летим Предельно низко Это значит Нам до цели близко Крайний Или последний Этот раз Бог решит Малерен Он за нас И, конечно, верим мы в бою То, что никогда не подботило Кто-то называет крокодилом Птичку Про которую Пою Ласточку Бегнистую Мою Подтвердят нам Трассер Расчет Не ошибся Летчик Оператор Мягчонка В фильме Терминатор Все, что снизу Убирает Валят Наш привет Он тем не нашим Шлет Скажет Кто-то не страшно Мол Вранье Нас пугается Низу пулей Дурой Отвечая Всей Номенклатурой Птичка Разметает Воронье Мы втроем Подним Вам У нее В душу Витокрылую Свою Вместе с нами Ты не Погубила Обозвал же Кто-то Крокодила Ту Что выручает Нас В бою Ласточку Пятнистую Мою За спиной Молотит Пулемет Бортовой Наш Парень Не из Ротких Обложился Лентами В коробках Пулеметный Сам Себе Расчет Бортовому Общий Наш Зачет Напись Что опасно У хвоста Даже Дуракам Ее Смысл Ясен Нынче Я Действительно Опасен Горный Край Меня Уже Достал К черту Швакисная Минстра Все Ганда Что вместе С ней В строю Красотой Меня С ума Сводила Что за Дурень Кличет Крокодилом Ту Что вместе С нами На краю Ласточка Пятнистую Мою Та-та-ра-па-пам Та-та-ра-па-пам Словно сто разгневанных богов Всю на нас обрушили свирепость В небе, словно маленькая крепость Мы видим огонь из всех стволов Нам иначе не сносить голову С нашей птичкой мы их не отвернем И проходят с ней такие штучки Бережно держу ее за ручки Словно в танце кружим мы вдвоем Мы танцуем танго под огнем С той, которой песенку поют С той, что нас от смерти уводило Я убью того, кто крокодилом обзовет Любимую мою Ту, что выручала нас в пою Ту, что вместе с нами на краю Ласточку петнистую мою Браво! 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 Сегодня буквально разговаривал с одним генералом Который должен был быть здесь сегодня на концерте Не получилось, я думаю Возможно, ну Не хочу сильно подробно рассказывать Но может быть через некоторое время придется ее петь Ну, не придется Для меня это большая честь Петь ее там На юге должен открываться небольшой памятник В памяти Прифата Хабибуллина Вот И, ну Дай Бог, чтобы все получилось Ну, надеюсь, пока будет Я вернулся Весь набитый до отказа Я принес их всех на базу Всех и сразу Хоть мне трудно на высотах Взял я всех живых трехсотых Три двухсотых И я их принял под завязку В окровавленных повязках Дальше сказка Что движок не захлебнулся Что я чудом увернулся Я вернулся Знать, судьба моя такая Тридцать лет в горах летаю Я устал Наверно, это моя ось Не участвую в парадах Что мне думать о наградах Напределенно износ Я Ми-8 Я вернулся Кто Пскомандовал Мне Вольно Нахватал И я Полит Да больно Как больно Справа Блистер Мне Разбили Провокировали Капитан Что в левой чашке Матерился Было тяжко Мы В рубашках С ним Наверно И родились Потому что Они Разбились Возвратились Знать, судьба моя такая Тридцать лет в горах летаю Я устал Наверно, это моя ось Это моя ось Для меня запчасти ищутся Жалко будет, если спишутся Я ведь старая Износ Я Ми-8 Я вернулся А в салоне наследили Пятна 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 бурые Застыли Шлангом Смыли Где-то в полночь Я проснулся Капитан Ко мне вернулся Затянулся 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 И каждый раз Как первый раз А не бывает здесь Ничи Они испытывают senin А мы испытываем Их Мы в небе летать и работать и учим в ответ они тоже нас много учат И хоть красота есть и солнце реально зато и не скучно И пусть золотые нам hoi Болтают обыватели, что мы живем, как в масле. Считают, сколько тратили, считают, что у ног весь мир. Мол, жизнь полна романтики, благоволит удача нам. Идеми словно в фантике, шлемом и по сторонам. Не объяснить таким вы, что не измерить кошелек. Когда останется родным на память шлем и орденок. И в новостях лишь пара просто таких холодных и сухих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать их учим. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота из них, солнце и туча. Романтики мало, а зато и не скучно. И пусть золотые нам и горы предложат. Полцарство с антипом мы точно скажем. Летаем на всем, что летает и даже на том, что летать по идее не может. Покраду наставлю, не ходим, вот еще в тот край найти. Чтоб не было сомнений, возле ты мог сказать. Лети. Любимому ребенку, что за годы научил ты жить. И в лебеде утенка смог так в сказке превратить. А после дети новые, которые сильнее и умнее. Структивые, рисковые, нету вновь для нас родней. И снова непоклушный глаз перед руками притих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать их учим. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота из них, солнце и туча. Романтики мало, а зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат. У царства за небом мы точно скажем. Летает на всем, что летает и даже на том, что летать по идее не может. Мы в небе летать и работать их учим. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота из них, солнце и туча. Романтики мало. Зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат. У царства за небом мы точно скажем. Летаем на всем, что летает и даже на том, что летать по идее не может. Летаем на нем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Воздушный щит хует за днем и ночью Без исключения каждый здесь создатель Конструктор, техник, летчик, испытатель Директор, инженер, любой рабочий В машине это и каждого частица Ведь часть души мы с нею оставляем И в небо выпускаем, желаем Удачи в облаках, родная птица Гудет летающий завод и пятый океан зовет Российский наш растет воздушный флот И снова новый самолет у края полосы замрет И даст ему добро на взлет Летающий завод Со самолетом самолет у края полосы замрет И даст ему добро на взлет Добро на взлет Летающий завод Ну вот такая премьера Как я называю? Производственная песня Ну, не знаю, вроде получилось Ну, насколько это было А я еще по секрету скажу Там же можно петь За вертолетом Поступать на ростовском вертолетном Не, кстати, действительно Вы знаете, и вертолетные заводы Вот это основная масса Ну вот Милевский, единственное Он был создан, по-моему, в 48-м или 49-м году А остальные-то они выпускали самолеты Именно военное время Там Ростов делал пропеллеры Потом по два делали В Казанском вертолетном заводе На Улан-Удэ и так далее Это все работало на фронт Все выпускало самолеты Там такая потрясающая история И того же Иркутского авиазавода Этим можно гордиться Этим нужно гордиться А, ну да, стихотворение У меня растут года Скоро и 17 С кем работать мне тогда? Чем мне заниматься? Книгу переворошив, намотай себе на ус Все работы хороши Выбирай на вкус Помню, мы в школе учили стишок В классе их поэт В нем рассказы вала детям Мол, хороши все работы Дружок Сотни профессий на нашей планете Выбрать на вкус я не принял совет Я за отцом и за братом тянулся Ну и, конечно, примером будет Тот, что из неба войны не вернулся Бабушка мне говорила, внучок Коль уж летаешь, летаешь, летай аккуратно Бог тебе помощь, когда горячо Чтоб ты всегда возвращался обратно Вот вы летели, я с ними летал И вспоминал я нередко по болю Чаще тогда, когда прямо в металл Мне молотили снаряды и поле И в этот миг мне казалось предел Вмиг, когда тетка с косою цеплялась К бабушке срочно вернуться хотел Чтоб мне с порога она улыбалась И как тогда говорила, внучок Коль уж летаешь, летай аккуратно Бог тебе помощь, когда горячо Чтоб ты всегда возвращался обратно Время, как пуля, на вылет и в лед Бабушка к деду давно улетела Только мне кажется, каждый полет Смотрят они, чтоб меня не задело Отец словно рядом команду дает И внучок, атакую я прикрою Отвоевал я теперь твой черед Помни, что с бабкой мы рядом с тобою Бабушка к дедам, пердят мне внучок Коль уж летаешь, летай аккуратно Бог тебе помощь, когда горячо Чтоб ты всегда возвращался обратно Бабушка мне говорила, внучок Колюш, летаешь, летай аккуратно, Бог тебе в помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался обратно. И я летал, в небе летал, но не всегда аккуратно, всю жизнь летал, было, влетал, но возвращался обратно. Всегда же у вас день, кто еще летает, всегда вы возвращались обратно, и чтобы в небе было так, ну, по пределу уже, потому что я помню, в Сирии когда-то спел так, первый раз, и в этот миг мне казалось, пипец, вот, ой, извините, говорю, предел, и сидит командир Кореновского полка, говорит, именно это слово. Я тут три недели носился по командировкам, от НТВ мы работали, а у нас сейчас между Белоруссией и Россией как-то с границей проблемы. И тут как раз мне повезло, потому что шел Международный военно-технический форум армии, шли международные армейские игры армий, вот, и с Белоруссии тут самолет летал как трамвай. И поэтому я так помогал сразу три слетать спокойно туда-сюда, туда-сюда, но это тоже была такая интересная история, особенно первый раз, командующий просто, я ему позвонил, говорит, там Бордея, у меня в Кубинке сидит Борт, я говорю, я еще пока еду из Шайковки, он подождут, подождать это шесть часов. Я говорю, может пусть летят, нет, нет, Аня, вот. Ну там это, я не буду рассказывать, там было очень много интересных нюансов, итог, просто для меня лично, вообще приятно, когда ты понимаешь, что все-таки ты для авиации что-то значишь. Потому что когда я ночью зашел на этот борт, сидели пассажиры какие-то, ну транспортный самолет, а-а, это вот это первое лицо, из-за которого держали наши самолеты. Что насыпался, Илюха, нынче вот это дозарит, набивает снова брюхо, груз, шварту, технели, носят ящики солдаты и заката аквареля, только нам не до заката, ромпа, тыльфер, аппарель. Ромпа здесь не значит сцена, полупа не значит флот, мы не взвинчиваем цены надписью «Аэрофлот». Мы летаем, где стреляют, экипажа не впервой, тылью не испугают, грузовик наш боевой, нам взлют, уходит выселья трудяга, турбин, грохочущий квартет, поют. Летит Илюша, работяга, продяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Нам лететь туда, где жарко, с дозаправками маршрут, полный борт в гуманитарке, там на месте разметут. Мы спасаем чьи-то души, близких видим лишь во сне, не печалься, брат Илюша, а лучше так, чем на войне. Это лучше, чем когда-то, полным ящиков бортом, возвращали мы солдат в их последний вечный дом. Улетали от печали снова в небо с головой, где-то вновь с надеждой ждали грузовик наш боевой, нам взлют, уходит выселья трудяга, турбин, грохочущий квартет, поют. Летит Илюша, работяга, продяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Чай, печенье и конфеты надоели нам уже, штурман горит сигаретой там на нижнем этаже. Техник мыслит о посадке, что сготовить на обед, если что всегда в порядке, у него велосипед. Распростер Илюша крылья вместе с грузом, нас несет, коридор ему открыли, значит, он людей спасет. Эх, Илья, небесный пахарь, горд бы на спинке трудовой, если где-то что попахнет, грузовик наш боевой, нам взлют, уходит в выселья трудяга, турбин, грохочущий квартет, поют. Летит Илюша, работяга, продяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Снизу пальмы поглицают, из зимы встречают порт, заверут нас и посадят в незнакомый жаркий порт. Местные не бьют поклуши, все предели как один, от души нальют Илюши в самый вкусный керосин. Командир на борт вернется, весть благую принесет, наш Илюша улыбнется нижним блистером, блеснет. Нам награды не медали, а скорее путь домой, руды снова в максимальных грузовик, наш боевой, нам взлют, уходит в выселья трудяга, турбин, грохочущий квартет, поют. Летит Илюша, работяга, продяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Знаю, что смотрят, потом буду добежаться, если привет не передам. Привет Дмитрию Кальченко, моему замечательному-замечательному другу. Привет Илье Габулянскому, тоже замечательному другу. Ну а вы там своим экипажем, бывшим или действующим, передавайте тоже. Конечно, этих людей очень много, которых я знаю, или их больше тех, которые меня знают, с кем мне приходилось летать, это всегда... Ну действительно приятно, как сказал один мой друг, говорит, Анисимов, вот все, когда тебя там принимают на порту, это монетизация твоих за стул перед авиацией. Я помню, я в Сирию летел где-то года два или три назад, и какая-то такая ситуация, трое суток не спал вообще, и вот на борт поднялся, а он забит вообще... Да, это действительно было уже так, и подошел, бортедник говорит, Николай Ильич, пойдемте, мы его освобожим спать. И вот под этой подкабинной, там, когда к штурману идешь, там есть такое место, положили матрасик, и я, тум, и выключился. Потом я на секунду где-то через какое-то время проснулся, и думаю, а что это тут у меня лежит? А они еще забудливо положили гитару рядом с ним, ну, маяк, ну, было приятно, конечно. Вообще, в дальних перелетах сон это самое главное, особенно куда-то на Дальний Восток. Я однажды даже спал в... поверьте, не знал, что в Боинге, в 777-м, допустим, есть отец для отдыха экипажа. Вон там, туда поднимаешься, там типа купе такого. То есть, ну, иногда меня там кладут в этот бизнес-класс, и я при этом говорю, да мне не важно, что там нальют. Хотя наливают, конечно, но главное, чтобы поспать можно. А тут бизнес был забит, и тоже незнакомые люди мне, но откуда-то знают, что там я. Пойдемте. Такое тайное помещение, которое стало для меня открытием. Вот, ну да, ладно. Вспоминаю, как я летел, опять же, там вот под этой кабиной пилотов. Куда летел? Следующая песня. Ну, раз уже Машу один спел, то, конечно, Маша, да. Я еще маленькую историю, не историю, а вчерашнюю ситуацию. Иду, значит, мне надо было, ну, я Беркутов комментировал, и перед этим выступал. Ну, это городская площадь Воронежа какая-то, там говорят, Адмиралтейская площадь, ну что-то такое как-то называется. Вот, и там рамки, ну, и меня ведет там подполковник, я с кофром и гитарой. А на рамке, ну, стоят и наши военные, и человек в красном берете. И вот я чувствую, что мне как-то не по себе становится. Потому что у меня в кутляре лежит фляжечка. И вспоминается эта история. Я так, я занервничаю. Но меня не досматривали, сказали, это они символы. Я не думаю, что что-то было, но вот вы знаете, это уже какой-то на подсознательном уровне. Обратно пишу вам, любезная, Екатерина Матвеевна, поскольку выдалась свободная минутка. И разнежился я на горячем солнышке, будто наш кот Васька на заваленке. Сидим на песочке возле самого синего моря и ни в чем беспокойства не испытываем. Солнышко здесь такое, аж в глазах бело. Еще хочу сообщить вам, дислокация наша протекает гладко. В обстановке братской общности согласен. Идем себе по пескам и ни о чем не вздыхаем. Так что вам, зазряв, убиваться не советуем. Опрасно это занятие. Привет, моя любовь, родная Маша. Сижу в роскошной кимбе у оконца. И как товарищ Сухов в белом солнце, Пишу тебе в уме о жизни нашей. Привет тебе, моя родная Маша. Здесь точно солнце в белой пустыне. Живем спокойно, иногда летаем. А так все загораем, отдыхаем. Здесь апельсины вкусные и дынь. И солнце Маша белое в пустыне. Как лагерь пионерский. Распорядок. Кино, концерты, всякие артисты. Спокойно здесь, уютно все и чисто. Полиция следит, чтоб был порядок. Вот лишь война не любит распорядок. На женщин я ни-ни, хоть обозволаться. Медсёстры Маша могут здесь пороже. Отряд их медицинский огорожен. И те же не обманывают братца. Забор такой, чтоб к ним не подобраться. Па-па-па-пам-пам-пам-парам-парам-парам-папа. Не подобраться к ним никак. Здесь не устроить ужин со свечами. Шалят у нас тут Маша Бармалей. Так не спим, а эти, блин, злодеи Игрушки запускают к нам ночами Со всякими опасными вещами. Жаль, ночью поднимают, вот досада. Когда кому-то станет слишком жарко, Тогда нам срочно грузятся подарки. А мы их разгружаем там, где надо. За это где-то раздают награды. Награды где-то выше ожиданий. Они для тех, кто на день прилетают, Построят, пошумят, повоспитают И дырочку на грудь без колебаний. А мы привозим дырочки с заданий. У нас вчера здесь был концерт в ангаре. А Нисимов нам пел про нас немало. Мужик прикольный, только в плен попал он. Полиция здесь, как всегда, в ударе. Нашли там у него коньяк в гитаре. Па-па-пам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. А у меня бы не нашли. Артиста где-то заперли поспешно. Нам указали место по секрету. Стояли насмерть красные береты Но был певец, освобождён, конечно Прошла вся операция успешно Потом разборки, словно мы из НАТО По полной все по шапке получили Но главное, артиста мы отбили И значит он ещё споёт когда-то Ну а пока нам вновь лететь куда-то Одну команду дать войне отставить Налить борща и выпить чашку водки А на закуску эх с лучком селёдки И песенку про лётчика поставить Мне это, Маша, трудно и представить Привет, моя любовь, родная Маша Сижу в роскошной кинбе У оконца И как товарищ сухо в белом солнце Пишу тебе уме о жизни нашей Привет тебе, моя родная Маша Спасибо Не знаю, насколько волнуются вертолётчики Но, конечно, я очень рад Сегодня видеть здесь моих близких-близких друзей Ну, по крайней мере, тут у меня два заслуженных военных лётчика Сергей Викторович Косяков и Александр Николаевич Да, Алишагин, он там тоже Спасибо, что пришли Ну и если есть вертолётчики, тоже спасибо, что пришли Наверняка есть Годы птицы улетают По земле меня болтают А точнее, выше Над землёй Не даже рубать бы живо Столько лет на всех режимах В небе мы живём Одной семьёй По ущельям и вершинам С винтокрылою машиной Пишем то ли сказку, то ли быль Вместе с ней по небу ходим Мы друг друга не подводим И спасибо вам, товарищ Миль Выручала, где казалось, шансов нам не оставалось И не превратила нас в уйтиль Та, что в небе аты-баты Та, которую когда-то Создал Михаил Леонтич Миль Та, что в небе аты-баты Та, которую когда-то Создал Михаил Леонтич Миль Мы нередко с ней прощались Честным словом возвращались А потом на матушке земле Экипажем водку пили За машину и за миля Мы на ней, как бабка на метле Мы на ней, как змеи горыны Тоже можем землю выжечь Или как ковер Но вертолет Только чаще в этой сказке Как устала я с образка Из последних сил Оно всех спасет Терпели валямку тянет И молотит лопастями Днем и ночью в боре Или штиль Та, что в небе аты-баты Та, которую когда-то Создал Михаил Леонтич Миль Та, что в небе аты-баты Та, которую когда-то Создал Михаил Леонтич Миль Ей поклонятся солдаты Тем, кто выжил в медсанбатах Нет для них теперь ее родней И гражданские пилоты За совместную работу Тоже снимут шляпу перед ней Возят этажи президентов И на разных континентах В небе, словно рыбка в воде Пусть не в меде и не в глянце Уважают иностранцы Знают то, что выручивать везде Над полями и лесами Ледяными полюсами Кружит, поднимая снег и пыль Та, что в небе аты-баты Та, которую когда-то Создал Михаил Леонтич Миль Та, что в небе аты-баты Та, которую когда-то Создал Михаил Леонтич Миль Михаил Леонтич Миль Мы не смешанная эшелония Идем по спинам облаков А в комфортабельном салоне Устав от северных ветров Три роты личного состава Летят гудеть на жаркий юг Ведут себя не по уставу К бортпроводницам пристают Мой командир захлопнет Крепнишку И черта кнется, что устал Мне скажут «Вы, Михалыч, слишком!» Забудьте к черту ваш устав Ведь вы теперь гражданский летчик Промолвит с искоркой в глазах Да, был истребитель стал извозчик Зато, как прежде, в небесах Покурались бы над точкой Жаль, за спиной сидит народ И нож, куда это сделать, в бочку Увы, здесь все наоборот Не перехват от перевозка Не на Кавказ, а в Тареланд И на погонах три полоски Был подполковник, стал сержант Звук несется нам навстречу Знать, потрясет кораблик наш И пассажиров, как овечек Пасет кабинный экипаж Как обмануть метеосводку Поесть, попить, как вариант Но нам кофейку нальет красотка Ух, как жаль, что я не лейтенант Чтоб мы безропотно летали Дают нам пряник или кнут Как там у Маркса в капитале Эксплуатируют наш труд Усталость лишь в сухом остатке Порой Савчинку небосклон Зато нередко на посадке Нам аплодируют салон Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Мы не спеша на эшелоне Идем по спинам облаков А в комфортабельном салоне Летят копченые с юго Три роты личного состава Из дюйти при напитке пьют Ведут себя не по уставу Их стюардезом предстоит Жалко, что она не приехала Звонил ей несколько раз Причем собиралась же Она говорит, мы готовимся к чемпионату На аэродроме Все, летают, летают Конечно Я говорю, ладно, но все равно Не сомневайся, про тебя я песенку спою Она тут недавно Бурнова возила Но насколько я знаю У него все было проще, чем со мной И тем более он вообще-то начинал учиться В Качинском училище Так, на всякий случай, если кто не знает И, ну, ну, покатало Ну, меня-то не катало Укатало Пилотажный рок-н-ролл Светлана Вот, надо же объявлять Говорит, друзья, что спортом надо мне заняться Я, обойми, не против, только лям не напрягаться Мне такой вид спорта, чтоб сидеть в удобном кресле Шахматы советуют, но мне неинтересно С девушкой я повстречался в поисках ответа Спортсменка Света Рассказала ей то, что... Рассказала мне, что есть... Рассказала мне про спорт высоких достижений Мал, сидишь, и все мила И минимум движения И усадила, мила, словно кредла кинозала А потом зачем-то очень крепко привязала Рано с нашмелем жужжить мотор аэроплана На взлет Светлана Мы над точкой, как комета Как звезда, как гопалета И с отчаянным приветом Я прощаюсь с этим светом Не пойму я, где планета Слишком близко рядом где-то Что же делаешь, тут Света? Что ж ты делаешь? Ну, Света! Нежно душат перегрузки много единичек Мерс приборов вижу, я привинчу на табличка Напись, снова смокинг Вероятно, это шутка Тянется, как целый час, обычная минутка Я бы закурил, да как достать здесь сигарету? Смеется Света В почке пепли, что пора какие-то фигуры Это идиот сказал про то, что бабы дуры Сам дурак и в небе добровольно оказался Уднял один день, когда со Светой я связался Шарю взором по кабине В поисках стоп-грана Вернись, Светлана Мы над точкой, как комета Как звезда карты балета С отчаянным приветом Я прощаюсь с этим светом Не пойму я, где планета Слишком близко рядом где-то Что же делаешь ты, Света? Что ж ты делаешь? Ну, Света! Я как будто рыбота, которую за шаброй Жизнь моя, мне кажется, уже абракадаброй Света говорит, что есть такая же фигура Я в ответ невежливо, но только без цензуры, ласковая Ну ты как? Звучит, как из тумана Я же Светлана Наконец-то аэроплан Земли бросает света Я к тебе вернулся, здравствуй, милая планета Неужели я живым на земле возродился? Может, не совсем здорово? Но ведь не убился в небе, мило прокатило Да и чем-то бабок без билета Спасибо, Света Мы над точкой комета Как звезда карты балета И с отчаянным приветом Я прощаюсь с этим светом Не пойму я, где победа Слишком близко рядом с Светом Что ж ты делаешь ты, Света? Что ж ты делаешь? Ну, Света! Светлана Тармазин И летаю, как комета Посылали мы приветы Населению планеты В облаках вдруг Понял, где? Моя песенка не спета Мне без неба жизни нет Что ж наделала ты, Света? Что ж ты сделала? Ах, Света! Света! Спасибо Не знаю, показалось мне или не показалось Мы уже знакомые голоса Хариков там есть вообще? Ага, нет, значит, показалось Ладно Это просто вспомнил несколько человек Которые летают именно на этом самолете Из моих знакомых Хотя их очень много И знаю, кто здесь еще в зале есть наверняка Воздух артусом расплавлен Обратились тучи в пекство Под завистку изобравлен И подвешены все средства И лапит сирена Вое допустили компанией Пахнет в воздухе войною Значит миру не до мира Миру явно не до мира Нынче в темноте ночи День тяжелый мне маячить Я не нож, но я заточен Под военные задачи Коль бы как большие лица Не нашли для мира повод Не смогли договориться Значит я последний повод Я теперь последний повод И со мною наравне Эти двое, что во мне Время, чем на всех часах Только стрелкам не решить Сколько нам летать и жить Наши судьбы на весах Где-то в небесах Нам прием адреналина Добавляя неизвестность Не жалея керосина Я облицепаю местность Где-то рядом неприятельно Мне сейчас не до капризов Включим главный выключатель Мы всех выключим, кто снизу Выключим тех, кто снизу Нам последний огнем и громом Огрызаются поверхностью Контингент сетам не промаха Повышает нашу смертность И в кабине эти двое На приборы смотрят хмуро Я как будто сильно болен Кашель, жар, температура Кашель, жар, температура Кашель, жар, температура И отчаянно втроем Через небо напролом Как на рваных парусах Мы этого вверх, то снова вниз На кону всего лишь Жизнь Наши судьбы на весах Ведь я в небесах Живы оба не убиты Хоть по мне глупиты точно И рядом чуть-чуть рита Чтоб на плаках вышли срочно Эти двое, как на мине Велика цена задержки Но плечом к плечу в кабине Держат ручки, а не держки Не хватаются задержки Как очаровый эскадриль Даже если инвалидность Я не складываю крылья А меняю стреловидность Возвращаемся из боя Пусть мы и не леволочемся Но в кабине эти двое Верят в то, что мы вернемся Обязательно вернемся Вернемся На войне, как на войне Даже если ты в огне Надо верить в чудеса Чтобы не либо Держись И никогда не смерть, а жизнь Перевисит на весах Где-то в небесах Где-то в небесах Где-то в небесах Обычно после этой песни «Антурак», но только лишь обычно, не угадали, если кто-то думал. Нет, ну у нас уже все. Да, я просто подумал, раз уж сегодня этот концерт так и остался, как день рожденческий, то я позволю себе такую шалость, что ли, или как. Мы перенесли 26 июля вот сюда, в 20 сентября. И я думаю, что кроме нашего морского офицера, благодаря которому вся страна и весь мир может смотреть наши концерты, Юлию Трифоненкову, в тот день еще и отмечался день военно-морского флота. Я очень хотел тогда спеть эту песню, я ее спою, это из любимых. Я, конечно, все это делаю по-своему, а я думаю, вы подпоете. Нам нужны такие корабли на море, чтобы мы могли с любой волной поспорить. Маяки нужны, и нужен нам локатор, а еще нам верные нужны ребята. И тогда вода нам, как земля, и тогда нам экипаж семья, и тогда любой из нас не против, хоть всю жизнь служить в военном флоте. Нам для службы на море нужны походы, и приветы из дому в далеких водах. И чтобы не терять минут свободной гитарам, нам, конечно, в кубрике нужна гитара. И тогда вода нам, как земля, и тогда нам экипаж семья, и тогда любой из нас не против, хоть всю жизнь служить в военном флоте. Нам для службы, нам нужны для службы якоря и тросы. Нужен нам устав, что помнят все матросы. Нужен флаг, что реет над волною синей. Их всего нужнее Родина Россия. И тогда нам экипаж семья, и тогда нам экипаж семья, и тогда нам экипаж семья, и тогда любой из нас не против, хоть всю жизнь служить в военном флоте. И тогда нам экипаж семья, и тогда нам экипаж семья, и тогда нам экипаж семья, и тогда любой из нас не против, хоть всю жизнь служить в военном флоте. Пока еще вы не искали, или сейчас встанете, скажу на всякий случай, что по-прежнему там продаются диски, они уже старые, но тем не менее не продаются. Там же продаются билеты на следующий концерт, все-таки меня убедили.